Девушки отдыхают Девочки в восторге от мисс Элизабут. С каждым днем она нравится им все больше и больше. Подумай только. Учительница с аппетитом хрустит солеными крекерами, закинув ноги на стол. Вот это да! Мисс Элизабут срочно нужна точилка. Так, посмотрим, что тут есть. Очки. Что еще за розовый фламинго? Рогатка? Это уж слишком. Здесь есть все, что угодно, только не то, что нужно. Чтобы впечатлить учительницу, девочки подкладывают необычную точилку в пачку с ее любимыми крекерами. Из оранжевого воздушного пластилина формируем две лепешки. Врезаем крекер формочкой для печенья. Зубочисткой прокалываем отверстие, как на настоящем крекере. Облепливаем пластилиновым печеньем подходящую по размеру точилку. Даем застыть. Куколка спешит угостить учительницу ее любимым снэком. Мисс Элизабут достает из пачки печенья большой крекер. Да это же точилка! Поточив карандаш, учительница возвращает девочкам полезный крекер. Мисс Элизабут разворачивает батончик фитнес. У Рыжули тоже есть такой. Вот учительница удивится. Она разрывает упаковку. Вместо батончика внутри – ластик. Большой ластик заворачиваем в распечатанную этикетку батончика фитнес. Заклеиваем упаковку термофистолетом. Оформляем края. Девочкам удалось удивить учительницу. Такого батончика у нее точно нет. Урок в самом разгаре. Ученицы сосредоточенно выполняют задание. Что это у них? Ага, орешки. Мисс Элизабут просит у девочек снэк. Да, пожалуйста. И тут девочки вспоминают, что в банке совсем не орешки. Открываем банку с арахисом. Высыпаем орешки. Разламываем круглые желтые мелки на мелкие кусочки. Ножом очищаем лишнее, приближая мелки к форме арахиса. Наполняем банку мелками. Куколка летит спасать учительницу. Упс, немного не долетела. Эпическое падение отвлекает учительницу от снэка. А куколка тем временем показывает, что этими орешками можно писать на доске. Девочки дурачатся с маркерами и карандашами. Почему бы не поиграть в Shadow Fight? У меня есть когти рыси. А вот у нашей учительницы кое-что поинтереснее. Попкорн, хотите? Пожалуйста, у меня целый стакан. Красный картон расчерчиваем, чтобы получилась выкройка стаканчика для попкорна. Делаем вертикальные полоски. Две одинаковые по краям и одну в два раза шире, посередине. По низу на границах полос вырезаем клинья. С одного края оставляем тонкую полосу для загиба. Лист белого картона разрезаем на одинаковые полоски. Наклеиваем их через равные промежутки на красную выкройку. Обрезаем верхний край фигурными ножницами. Переворачиваем и складываем стакан по линейке. Вклеиваем. Закрываем донышко красным картоном. В губки прорезаем отверстие. Кладем ее на дно стакана. Из ваты формируем попкорн. Набрызгиваем разведенную в воде оранжевую краску, чтобы придать попкорну поджаристый вид. Нарезаем кусочки желтого и коричневого фетра. Приклеиваем их к попкорну для большей реалистичности. Берем коробку цветных карандашей. И наклеиваем по одному зерну на карандаш. Вставляем карандаши в прорези в губки. Наклеиваем этикетку на стакан. Мисс Элизабет с хитрым видом ставит на парту девочкам целый стакан попкорна. Сейчас начнется пир. Но вместо снека девочки достают из стакана цветные карандаши. Сюрприз! Да, это, конечно, не то, что они ожидали, но тоже неплохо. Тогда поиграем в попкорновых монстров. Девочки стоят под кабинетом в ожидании преподавателя. Что-то она задерживается, урок уже начался, ее все нет. Это на нее не похоже. Надо выяснить, вдруг что-то случилось. Такие есть. Мисс Элизабет не может подняться с дивана. Ей совсем плохо. Диагноз известный и довольно распространенный. Аллергия на школу. Рыжуля и куколка тихонько будят спящей учительницу. Мисс Элизабет с криком скакивает с дивана. А вы что здесь делаете? Придя в себя, учительница берет со стола пачку крекеров и открывает блокнот. Две распечатанные этикетки печенья ТУК ламинируем прозрачным скотчем. Обрезаем их по размеру обложки блокнота. И приклеиваем их на обложку. С ума сойти. Пачка печенья оказалась замаскированным блокнотом. Пока девочки рассматривают снековую обложку, мисс Элизабет сверяется с расписанием. Но она все-таки гостеприимная хозяйка и угощает девочек настоящими крокерами. А по расписанию у нас сейчас рисование. Так что вот вам краски и бумага. Не хватает кистей. Мисс Элизабет зачем-то достает соленые палочки. Опять перекус? Да нет же, учительница продолжает удивлять девочек. Она открывает пачку и среди обычных соленых палочек они находят две с кисточками. Сделаем ручки из оранжевого воздушного пластилина. Раскатываем его в тонкий жгут. Обрезаем по размеру. Приклеиваем ручки соломку к верхушкам кистей. Покрываем пластилиновую соломку акриловым лаком. И посыпаем мелкой солью. Кисти снеки оказываются самыми настоящими. Девочки с удовольствием рисуют солеными палочками. Все-таки учительница еще не совсем здорова. Ей нужны витамины. Рыжуля предлагает тарелку сочных яблок, а куколка – яркое фруктовое канапе. В маленьких муляжах фруктов из пенопласта проделываем сквозные отверстия. Используем наше шило. Перцы и лимони делаем только входное отверстие. Нанизываем фрукты на фломастер. Лимон и перец наклеиваем на концы. Шилом прокалываем небольшое отверстие в лимоне. А отрезаем кусочек шпажки. И вклеиваем ее в лимон тупым концом. Вынимаем плодоножку из перца. И вместо нее вставляем тупой кусочек шпажки. Мисс Элизабет рассматривает необычное канапе. Потом она решает снять часть фруктов со шпажки и… Упс! Открывает фломастер. Такое фруктовое чудо может и не добавить витаминов. Но настроение точно повысит. На чем же попробовать новый фломастер? Учительница достает из-за спины чипсы. Желтые стикеры для записей разделяем на несколько частей. Рисуем овальную форму чипсов Принглс. И вырезаем. Складываем все стикеры в стопку и сгибаем, чтобы они приобрели форму чипсов. Перекладываем бумажные Принглс в чистую баночку от чипсов. Девочки уже обрадовались. Они так любят Принглс! Что это? Бумажные чипсы? Это стикеры. И сейчас мы сыграем в игру «Кто я?» Учительница рисует корону на стикере «Рыжули». Что же она нарисовала? Рыжуля делает несколько попыток… И угадывает бинго. Она сегодня королева. Принестор субтитров. Принестор субтитров. Принестор субтитров. Принестор субтитров. Тогда пиши в комментариях, какой из снеков тебе захотелось взять в школу. Стикеры-чипсы, карандаши-попкорн или точилку-крекер. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые классные идеи пранков для школы на канале Трум Трум.